12 мая при маневрировании затворами со стороны Нижнего Бьефа Саратовской ГЭС был обнаружен бомбь. Он спрыгнул с одного из затворов. Вероятнее всего, внутри конструкции он прятался от сильного течения воды. Сейчас на Саратском гидроузле как раз проходит половодие. И в результате оказался в щитовом отделении Нижнего Бьефа, гидростанции. Откуда вряд ли смог бы выбраться самостоятельно. На помощь ему пришли сотрудники Саратовской ГЭС. Используя подручные средства, они направили бобра в сторону левого берега Нижнего Бьефа, подальше от оживленного шоссе имени Королева, куда он был и направился. В итоге животное смогло беспрепятственно вернуться в свою родную стихию. Бобер вел себя довольно спокойно и агрессию не проявлял. Это был довольно крупный представитель грызунов длиной около 1 метра, весом около 30 килограмм. Как будто понимаешь, давай. Да-да-да-да-да. Разворачивайся. Вон туда. Давай-давай. Да, вот правильно-правильно-правильно. Давай-давай-давай-давай. Давай, мой хороший. Мы тебя в нужном направлении ведем. Во время половодия почти ежегодно происходят случаи, когда бобры попадают на гидросооружения гидростанций. На Саратовской ГЭС зафиксировано несколько ситуаций, когда ради освобождения природных гидростроителей из вынужденного плена организовывали почти настоящие спасательные операции. Итак, спасательная операция по спасению бобра, который забрался в щитовое отделение Саратовской ГЭС, можно считать завершенной. В общем-то, бобер благополучно добрался до воды. И сейчас уплывет у своя Си. Если, конечно, не запутается. Не запутается. Не запутается. Молодец. Давай, ныряй, беги. Вот и батюшки. Все.